Одним из главных политических событий округа этой весны стало расширенное заседание Новоуральской думы, которое прошло в двух частях. В начале дня в Доме культуры Новоуральский прозвучали ежегодные отчеты главы и администрации округа, думы и контрольно-счетной комиссии. А какие вопросы были рассмотрены во второй части, узнаете далее. На очередном заседании думы было рассмотрено 12 вопросов. В первую очередь депутаты заслушали ежегодные отчеты о деятельности главы и администрации округа, а также думы и контрольно-счетной комиссии. Ежегодные отчеты перед депутатами и населением – это элемент гласности и открытости местной власти и форма контроля, установленная уставом Новоуральска. Прошло заседание в Доме культуры, был полный зал, то есть несколько сот человек прослушали отчет главы, отчет председателя думы, отчет председателя контрольно-счетной комиссии. Это серьезное событие. Дума утвердила перечень наказов избирателей депутатам Думы 8-го созыва, принятых к выполнению на 2023 год. Этому предшествовала большая подготовительная работа. В 2023 году в перечень наказов включены мероприятия в рамках общегородских программ, мероприятия народной программы городских изменений, три наказа, перенесенные с 2022 года, а также мероприятия муниципальной программы формирования современной городской среды по предложениям депутатов Думы. Всего в 2023 году планируется выполнить 86 наказов жителей. Во второй части заседания Думы тоже были рассмотрены серьезные вопросы о подготовке к летней оздоровительной кампании детской. Был рассмотрен вопрос о ремонте дорог в весенне-летний период. Одна из важнейших тем заседания – организация циркуляции горячего водоснабжения в летний период 2023 года. Этот вопрос обсуждается регулярно. На этот раз заслушали все участвующие в этом процессе стороны. Много нюансов и технических вопросов, поэтому депутаты, среди прочего, рекомендовали администрации организовать взаимодействие между всеми организациями, обеспечивающими проведение циркуляции. Глава округа Вячеслав Тюменцев также уделил этому вопросу особое внимание, отметив, что специалистам следует проработать все варианты, найти самые оптимальные из них и представить для утверждения. Что касается циркуляции этим летом, то она будет обеспечена в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей муниципальным предприятием «Водогрейная Котельная» к предстоящему отопительному периоду по магистральным сетям в определенном порядке. Познакомиться с ним можно на сайте Думы округа. Также Дума рассмотрела и вопросы в организации детской оздоровительной компании в 2023 году. На ее проведение выделено 48 миллионов рублей, в том числе 28 из них из областного бюджета. Всего планируется оздоровить 7 713 детей, в том числе 1750 в загородных детских оздоровительных лагерях и 1500 в городских оздоровительных лагерях. У нас много детей, это льготные категории граждан. Это было тоже решение Думы, потому что мы понимаем, что не все родители могут заплатить даже 10 тысяч рублей, сколько сегодня стоит путевка на 21 день. Поэтому наша задача – помочь всем детям там отдохнуть. И у нас льготники – это дети из малообеспеченных семей, опекаемых семей, это дети-инвалиды, это дети из многодетных семей. И в этом году это дети как раз, да, вот, наших мобилизованных, всех, кто участвует в спецоперации. Кроме этого, Дума внесла ряд изменений в положение о молодежной палате. Возраст кандидатов в молодежную палату снижен с 16 до 14 лет. Все кандидаты в состав молодежной палаты, участвовавшие в конкурсе, но не вошедшие в состав, теперь имеют право быть зачисленными в состав кадрового резерва молодежной палаты. С этим и другими решениями можно ознакомиться на сайте Думы Новоуральского городского округа в разделе «Решения». Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.